Почти 6 тысяч гектаров зимы и составляет пахотный клин примхоза Нарасановский. Тысяча гектаров отдано зерновым культурам. Первая жатва после перерыва в 30 лет на этих полях состоялась в 2008 году. Первая жатва, конечно, была тяжелая. Я помню, первый год было тоже дождливое лето. Учились мы очень и поломки, и зерно полегшее. Ну, сейчас ничего уже, как говорится, набили зубы на этом. Уже идет, можно сказать, как обычно. Вызовы времени заставили генерального директора хозяйства Александра Рыхлика и его команду начать собственное производство зерна. Стоимость на то время комбикормов росла, казалось, в геометрической прогрессии. Закупили необходимую технику, причем самую современную, импортную, и постепенно год за годом стали окупать расходы. Сегодня стадо примхоза обеспечено высококлассными кормами. Работать слаженно, четко, оперативно в хозяйстве умеют. В этом году за счет того, что дождей было очень много, дождливое лето, позже уборка началась, то есть созревание зерна затянулось. Ну, сейчас уже вошло в русло, сейчас уже практически все, что убирается, она уже и влажность уже практически такая, что даже не сушим. Некоторые поля попадаются, чуть ли там влажноватые, а так нормально. То есть практически после первичной очистки уже сразу зерно идет уже на склад. Рабочий день тут от росы до росы. Как роса сошла, так и пока не ляжет. Часов до восьми, до девяти сейчас, потому что роса ложится уже в это время. На этом поле одновременно идет уборка пшеницы и прессование соломы. Прошел комбайн, оставил за собой длинный волок соломы. За ним следом проходит пресс-подборщик. Чудо-техника бережно сворачивает жневье в огромный рулон. Затем трактор отвозит его для погрузки в машину на хранение под пленку в склад. На поле два комбайна работают без остановок, с исключением перерыва на обед. Никаких претензий. Все вкусно, все замечательно. Столовая у нас в колхозе своя. Готовят отлично. У Георгия в этом году первая жатва. По этому случаю, говорит механизатор, выходит в поле каждый день в свежей, светлой рубашке. Работает на современных голландцах, по мнению Сергея Козленкова. Он за штурвалом второго степного корабля – одно удовольствие. Есть кондиционер, шумоизоляция. Сергей за штурвалом два десятка лет. Есть с чем сравнить. От жары хлеборобов спасает цистерна с водой, от неожиданных поломок Александр Филиппов, заведующий машинным двором. У Георгия неожиданно забарахлил комбайн. Болтики поизносились. Строго, все быстренько организовано. Чуть что, сразу все на месте решается. Тем не менее, дебютант отстал от виртуоза механизатора. Из своего бункера Сергей Козленков загрузил уже не одну машину с зернами урожая 2015 года. Настояние, как всегда, трудовое. Что посеешь, то и пожнешь, что пожнешь, то и потом и покушаешь. Поэтому летний день и весенний день год кормят. Тут никуда не есть. Отдыхать будем уже зимой. Полторы тысячи тонн зерна нового урожая уже засыпаны в закрома пленхоза. Если погода не подведет, через неделю-другую начнут убирать ячмень. Станислав Трифонов, Галина Поликарпова, телекомпания Одинцова.